Подходит Иван-Царевич к избушке Бабы-Яги, а там на заборе 12 кольев. На 11 головы богатырские, а один пустой. Вот, говорит ему Баба-Яга, как раз для тебя место есть. 12 цветных сборников сказок Эндрю Ланга было выпущено. С 1800 примерно 96 или 98 года по 1900 уже на самом деле 14. Выпускал он их, выпускал, да и выпустил. А я их, соответственно, скупала. Долго не давался мне, причем даже не 12, а 11, который почему-то найти было трудно. На самом деле это все более-менее понятно. Самые распространенные и, соответственно, самые дешевые. Экземпляры это первые четыре. Синий, красный, желтый, зеленый. Первый, второй, третий, четвертый. Их было выпущено достаточно много и их купить, в общем, можно. Хотя вот красный вот у меня такой потрепанный, но хороший. Обратите внимание на эти арт-деко такие, обложечки такие. Вот они вот рельефные. Кажется, я всем этим уже ухасталась, но еще раз похвастаюсь, ничего страшного. А дальше, после четвертого, начинается снижение тиражей и, соответственно, затрудненность вылавливания этого дела. Поэтому за одиннадцатым я гонялась. Вообще, перепад цен за вот такие вот странные вещи очень большой. Можно все это покупать в каких-нибудь магазинах в Лондоне. Там вам будут в белых перчатках доставать из стеклянного шкафа эти экземпляры, показывать очень торжественно и просить за эти бешеные деньги. А можно найти в интернете темные места, в которых распродаются американские школьные библиотеки. И там это будет стоить гораздо меньше, скажем скромно. Раз в десять. Но главное найти. Итак, анбоксинг. Анрэпинг. Приехал мое сокровище. Моя прелесть. Дополнительный бонус. Оберточная бумага с пубырышками. Можно делать вот так. Еще бумага с пубырышками. Бумага без пубырышек. Записочка. Издание 32-го года. Thank you, пишет Рассел. Не знаю, такое Рассел, но пишет мне спасибо. Состояние acceptable. Приемлемое. Это, товарищи, оливковая книга сказок. Вот она. Одиннадцатая. На ней изображены какие-то тоже стрекозы в человеческом облике. Чем хорош Ланг? Чем он для нас ценен? Действительно, 32-й. Лонгбенд. Очень хорошее издание. У меня почти не они все от них. Он отличается чрезвычайно широким размахом источников, из которых он заимствует свои эти самые сказки. Поскольку понятно, что примерно после пятого тома все европейские сказочники уже закончились, то дальше они пошли по всяким колониальным сокровищам, типа того, что там есть такой немецкий переводной источник под названием «Сказки города Триполи». Так вот эти сказки города Триполи – это абсолютная тысяча-одноночь, но с двойным объемом гашиша. Совершенно безумные какие-то истории, которых невозможно понять европейскому уму. А также интересные сказки, переведенные с Суахили. Там тоже своя, своя, так сказать, я бы сказала, нравственная вселенная. А что, естественно, обращает на себя внимание, так это, конечно, блуждающие, повторяющиеся сюжеты. Как учил нас всех великий русский ученый Проп, функций – 31, героев – 7. А функции, между прочим, в филологии – это то же самое, что акции, то бишь действия. Действия, совершаемые октантом. Вот если вам в следующий раз слово «актор» будет не нравиться в политологии, то я вам скажу, что у соседей, у филологов это называется октантом, поэтому не жалуйтесь, там все еще страшнее. Так вот, 31 функция, то есть 31 действие, тип отправления в путешествие, обман, недосдача, передача волшебного средства, значит, неузнанное возвращение, вот таких вот 31. Функции, которые в определенной последовательности друг с другом должны быть сцеплены, и они, в общем, составляют волшебную сказку. Это я все пересказываю в морфологии волшебной сказки своими словами. Это все, конечно, не до конца объясняет, почему в таких деталях повторяются сказки у разных народов. Ну, например, ну, более-менее понятно, что всякие там герои отправляются в путь шествия за сокровищем, возвращаются с невестой и женятся на ней. Это некий скелет значительного числа сказок. Но варианты, например, того, что у нас называется «Скот в сапогах», почему-то повторяется в африканской сказке, я понимаю, что африканская сказка звучит как евразийская сказка, ну, хорошо, в Суахиле, сказке, только вместо кота там газель. А так все то же самое, вплоть до того момента, когда герой, которому покровительствует волшебная газель, отправляется жениться к султану, и она его, значит, спихивает в воду и дальше говорит, что на него напали разбойники, украли одежду, чтобы получить для него нормальную одежду, абсолютно как у Шарля Перо. Чем это объяснить? Непонятно. Также надо сказать, что наши с вами сказочные сюжеты, русские здесь, кстати, есть, тут много довольно, русские сказки вполне прилично переведенные, без экзустизации, без того, что у нас нынче называется «othering». Вот так вполне, по-честному. Так вот, наши сюжеты сказочные, в том числе, например, вот сказки про животных, всякие биты-небиты увезет, там волк ловил на хвост, рыбу, это все скандинавские дела, они же встречаются у разных северных народов в тех же точно формах. Так вот, одна из наиболее, скажем так, полно представляющих все функции сказок, то есть таких вот самых длинных, в которых каждый из этих элементов проповских может быть увиден, это та сказка, которая у нас называется «Иван царевич Василиса прекрасная». Прекрасная. То есть, та история, когда царь обещает отдать то, что он у себя дома не знает, там, за глоток воды, рождается сын, вырастает, узнает об этом условии, отправляется к Кащею, Кащей дает ему три задания, он выполняет три задания при помощи Кащеевой дочери, после чего убегает, Кащей за ними гонится, Кащеева дочь помогает им прятаться, в частности, три раза превращая их во что-то там, в реку и мост, в лес и дорогу, в церковь и священникам. После чего наступает хвост, финал, который в детских сборниках не всегда печатают. Точно так же, как финал сказки «Спящая красавица», в которой «Спящую красавицу» ее свекровь пытается съесть вместе с детьми. Так вот, когда они уже убегают от Кащея, в смысле наш условный Иван-Царевич, которого могут звать как угодно, еще были условные Василиса, которые тоже зовут по-всякому, они уже приближаются к земле живых и к царству родителей жениха, и дальше он говорит, что «я хочу», типа того, что «зайти к своим», она его начинает отговаривать, и дальше ставит ему некое условие не целовать мать, не делать, что мать говорит, вообще никого не целовать, не обвинять, это еще какое-то условие, которое он нарушает и забывает о ней. Он забывает о ней, он начинает готовиться к свадьбе с другой, она проникает там обычно куда-то на кухню, делает этот каравай с двумя голубками, голубки оживают, что-то там разговаривают, он вспоминает вдруг внезапно, что у нее ее, мое, другая, оказывается, была невеста, после чего все заканчивается хорошо. Это тоже сам по себе этот хвост довольно распространен. Вот эта вот забытая невеста, это, собственно, и в «Финисте ясном соколе», и очень часто встречающаяся сказка, в которой истинная невеста ищет своего жениха, а он там в это время женится на ком-то другом, и она три предмета продает этой невесте за право провести ночь в его комнате. Ну, это, в принципе, амуропсихия. Так вот, собственно, загадочность состоит в следующем. Вся эта последовательность событий довольно точно соответствует мифу об аргонавтах. Только минус, собственно, золотую руну. То есть это Василиса наша, это Медея. Только в греческом варианте все заканчивается хуже. А так это колдунья, дочь колдуна. Она помогает пришельцу победить своего отца. Ну, опять же, в сказке, по счастью, там младшего брата никто не рубит, на части не раскидывает по морю, чтобы погоню как-то затормозить. Но, тем не менее, после чего они вдвоем триумфально возвращаются, а жених ее бросает. После чего, как мы знаем, она убивает новую жену и всех ее детей. То есть, во-первых, непонятно, как все эти народы сообщались друг с другом, но как-то сообщались, видимо, в рамках большой тогдашней социальной сети. А во-вторых, это несколько противоречит тезису о том, что в сказке это какие-то сниженные мифы. В этом случае сказка это очень оккультуренный миф. Там все гораздо более по-человечески, чем в первоначальном, если он был первоначальным мифологическом источнике. И третье, что интересно, у этой самой сказки, в которой надо убегать от Кащея, есть еще один эпизод, который встречается во всех мною прочитанных вариантах разных славянских народов, кроме как в русском. Эпизод этот следующий. Сейчас вы помните, Иван Царевич лишает своей невесты и начинает ее у Кащея каким-то образом воровать. Так вот, есть вариант, в котором они три раза пытаются убегать, и только на третий раз у них это получается, потому что он, наконец, добывает волшебного коня. Волшебного коня он добывает служа, сослужив службу Бабе Яге. Дальше идет вот этот вот тоже очень распространенный момент, когда в награду за службу ты должен выбрать нечто неочевидное. Не бери сокровище, бери оловянное колечко, не бери золото, бери простую медную лампу, не бери самого лучшего коня, бери паршивого жеребенка. Это и есть богатырский конь. Это вот такой тоже мотив очень-очень повторяющийся. Так вот, в первые два раза с неудачной, значит, погоней, когда Кощей Бессмертный обнаруживает, что, или он не Кощей, но в общем, не важно, вот этот вот плохой антагонист, как это называется упропа, антагонист героя, обнаруживший царевну-то украли, он спрашивает своего коня, а успеем ли мы, догоним ли мы их? На что конь ему отвечает? Успеем засеять поле ячменем, вырастить его, значит, обмолотить, сварить пиво, напиться и проспаться, и все равно догоним. Это он говорит ему два раза, он действительно, значит, их догоняет, в разных вариантах, он там его рубит на части, потом его мертвой водой, живой водой, склеивают обратно. На третий раз поумневший герой приходит уже с нормальным конем. И когда Иван Царевич спрашивает своего коня, успеем ли догнать, он ему говорит, не знаю, у него теперь конь лучше меня. Это общий конва. А вот дальше идет расхождение, между, еще раз повторю, всякими вариантами славянскими и тем, которые встречаются нам в русскоязычных источниках. Конь Кощея Бессмертного и конь, который везет Ивана Царевича и, соответственно, его невесту, это братья. И вот начинает Кощея Бессмертный догонять убегающих. И в этот момент конь, который, хороший конь, ему говорит, а не стыдно ли тебе, брат, не надоел ли тебе носить вот этого вот старого вот этого хрена. А давай ты его сбросишь. И тот говорит, а действительно, говорит он, а что это я? И скидывает его. И тот разбивается о камне. После чего царевна пересаживается на освободившуюся коня, Иван Царевич на своем, и скачут они себе радостно домой. От нас это все скрывали, что, оказывается, так можно было. Но теперь, когда я прочитала всего Ланга, ну ладно, почти всего, то мне это стало известно, и не могу с вами этим тоже ценным открытием не поделиться. Если на вас ездит какой-нибудь неизвестно кто, помните, вы совершенно не обязаны вот это все терпеть.